Коллеги, добрый всем день, вечер. У меня уже вечер. Ой, я лишнее нажимаю. Очень рада всех видеть. Кто-то со мной уже знаком, кто-то не знаком. Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Нюра Клятная. Я профессиональный застоковед-китаист, преподаватель китайского языка. Свою профессиональную деятельность начинала как переводчик на военном заводе сразу после выпуска, потом продолжала в международной деятельности. И вот последние два года я исключительно развиваюсь как самозанятый преподаватель, практикующий коуч и лингва-коуч по стандартам Международной Федерации Коучинга. Если коротко, все вот это простыми словами, то я на самом деле просто вечный студент со стажем, абсолютный достигатор, творческая личность и вот человек, который не представляет свою жизнь без ежедневников, планирования, без каких-то вот выстраиваний, списков и всего того и прочего. Поэтому когда вот эта тема прозвучала, она у меня так очень сразу отозвалась, потому что я всю жизнь свою пытаюсь научиться управлять своим временем. Когда-то получается, когда-то не очень. В общем, я сегодня с радостью поделюсь с вами своим опытом. Но чтобы это было прям действительно полезно сегодня для вас, я решила построить это не в формате лекции, такого говорящей головы, да, в одностроенном порядке. Я решила построить это в формате, ну, больше напоминающем, наверное, коуч-группу. Поэтому сегодня будет очень много вопросов на саморефлексию. Предлагаю вам сразу приготовить листочек, ручку, может быть, писать в чат. И я надеюсь, что вы для себя сегодня вынесете очень много интересного, возможно, даже какие-то такие вот инсайты, которые вам пригодятся на дальнейшем пути. Итак, поехали. И прежде всего хочу с вами свериться, как вы себя сейчас чувствуете. Можете написать в чат, можете поделиться голосом, можете пометить себе сразу на листочке. И если вы слышите вот это слово «тайм-менеджмент», оно вообще как отзывается эмоционально? То есть какие эмоции у вас вызывает слово «тайм-менеджмент»? Можно себе фиксировать, можно в чат фиксировать, можно голосом. Я в любом случае буду делать паузу, то есть чтобы у вас было время, такое пространство немножко для размышлений. То есть зафиксировали. И если мы возьмем шкафу от 1 до 10, то 10 – это что такое для вас в навыке управления временем? И если 10 – это вот это, то где вы сейчас относительно этой десятки? То есть что у вас уже сейчас есть? И что должно произойти, чтобы вы сдвинулись на один пункт вперед? На один пункт по направлению к десятке, если вы еще не там. Ну и, собственно, тогда с какой целью вы пришли на эту встречу? Также можно поделиться со мной в чате, можно зафиксировать это себе. В конце мы с вами сверимся с тем, что получилось. Так, ну что, надеюсь, что все зафиксировали к себе. И тогда давайте подвигаться, какой у нас сегодня план. Сегодня у нас будет 4 блока. Первый блок – как планирует наш мозг, немножко поговорим об особенностях. Второй блок я назвала «Жизнь в перспективе», и вы скоро поймете, почему это так. Далее, что такое продуктивность, чем она измеряется, попробуем ее поизмерять немножко. И практическое применение. Ну и такой небольшой призыв, говорят, активные части вызывают больше инсайтов. То есть, чем больше вы будете здесь, да, сфокусированы, то, возможно, сегодня вы получите какие-то прям очень крутые штуки и открытия для себя, которые вам помогут наладить отношения с финт-менеджментом. Итак, если готовы, кивните мне, пожалуйста, и мы тогда поедем к первой части. Отлично. На пути к любой цели мы с вами проходим три этапа, как правило. Это, собственно, сама цель, желаемое будущее или еще его называют потребное будущее, кому как нравится. Это, собственно, что, чего мы хотим и зачем мы этого хотим. После того, как мы это с вами определили, да, попробовали с разных сторон, немножко представили, мы с вами строим стратегию или дорожную карту, как нам туда прийти. И только на третьем этапе мы переходим к конкретным шагам. То есть, что именно нам нужно сделать, чтобы достичь этой цели. Очень многие пытаются пропустить первые два шага, то есть представить себе свою цель и наметить общую стратегию, и пытаются зайти сразу со стороны тактики. Но, как правило, это приводит к огромному количеству бессмысленных действий. Я тоже попадала в эту ловушку. То есть, кажется, вот появилась какая-то идея, все, не продумав ничего, я сразу пытаюсь накидывать туда действия. Ну, и вместо этого, конечно же, происходит усталость. То же самое на самом деле с тайм-менеджментом. Если вы наберете в поисковике от тайм-менеджмент, вам выпадет просто огромное количество статей со всевозможными ресурсами, приложениями и всем прочим. Но это только тактические шаги. Я вот хочу, чтобы вы это для себя прям четко сейчас поняли. Это только тактические шаги. И если вы не понимаете вообще, зачем вам эти тактические шаги, то вы хоть заустанавливаетесь на вот это приложение Pomodoro. Я просто очень от многих слышу совет пользоваться Pomodoro. И от многих же слышу, что ну не могу я им пользоваться. Да, я слышу, это, наверное, круто. Но вот на мне это не работает. И то есть вопрос, собственно, а почему? А потому что мы проскакиваем вот эти два важных этапа и не понимаем, а зачем нам устанавливать эти приложения ими пользоваться. Поэтому, когда я думала, как зайти с вами в эту тему, я решила, что мы все-таки с вами зайдем с уровня ваших целей, с уровня ваших ценностей и вообще вашей жизненной стратегии. Поэтому наша первая часть... Я не нейробиолог, если что, я только учусь. Я просто интересуюсь этой темой, читаю много чего и стараюсь это как-то привязать к своей практике. Вообще, человеку характерны цели направленные действия. Потому что наша функция мозга, самое главное, это выжить. Соответственно, нам нужно понимать, что нам делать для того, чтобы выжить. Но поскольку наш мозг формировался на протяжении долгого времени, то там не все так однозначно с планированием. Есть такая теория о триединном мозге Пола Маклина. И хотя эту теорию отслабивает, но мне кажется, что вот здесь она прям очень хорошо вписывается вот в эту нашу тему, которую мы сегодня развиваем. По этой теории считается, что примерно 500 миллионов лет назад у нас сформировался рептильный мозг или самый первый уровень мозга, который настоящее встречает за инстинкты, за физическое функционирование, за какие-то биологические моменты. И очень часто, если человек делает что-то, выходящее за рамки первичей, то можно сказать, что животные инстинкты сработали. И вот это как раз про рептильный мозг, про наши страхи, про наши первые реакции, ты бей, замри или убеги. Это все отсюда. 50 миллионов лет назад примерно у нас сформировалась лимбическая система. Это уже наши чувства, это уже наши эмоции, это уже наша мотивация. И это уровень среднего мозга. И, внимание, только 400 лет назад сформировался, собственно, кора головного мозга, неокортекс. Туда же входит перифронтальная кора, которая у нас отвечает за контроль над нашими действиями, за высшие психические нервные функции, за логику и за планирование. Но и здесь все не так-то просто. И поэтому я добавила вам еще тут одну датку такую. 10 тысяч лет назад. 10 тысяч лет назад началась неолитическая революция. Что это значит? Это значит, что человек от охоты и собирательства начал переходить, собственно, к производящим видам деятельности, то есть животноводство, земледелие, появились ремесла. Человек начал передавать свой опыт. И о чем это нам говорит? О том, что 98% времени человек, по сути, не планировал долгосрочно. Почему? Потому что, когда он занимается собирательством или охотой, ну, тут трудно что-то предугадать. Трудно построить какие-то долгосрочные планы. Человек понимает, что если он сегодня выйдет на охоту и убьет мамонта, то классно, у него будет еда, и ее хватит на какое-то время. Если он мамонта не убьет, значит, ему нужно идти в другое место и искать нового мамонта. Но как такового долгосрочного планирования здесь не получается. И получается, что 98% времени мы не занимались планированием вообще. То есть наш мозг, как таковой, он не создан, получается, был для долгосрочного планирования, был создан исключительно для выживания. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, пожалуйста, делитесь. Если нет, я двигаюсь дальше. И, собственно, это объясняет тот факт, почему нам проще сделать какое-то действие, которое вызовет у нас положительную реакцию сейчас, такой выплеск допамина, чем ждать что-то, что произойдет через 100 лет. Вот иногда, знаете, такое ощущение может быть, ну вот у меня точно такое бывает, поскольку я сводкоежка, вот хочется съесть шоколадку, вот прям капец как хочется, очень хочется, думаешь, вот я сейчас умру, если не съем. И я понимаю в голове, что я уже сегодня съела еще одну шоколадку, и что от того, что я съем эту шоколадку, например, вечером я буду хуже спать. Но мозг упорно просит шоколадку. И если он ее получит, для него это будет вполне понятно и закономерно. Окей, получили шоколадку, получили удовольствие, вкусно, классно, вообще хорошо живем. А вот то, что я им буду пытаться объяснять, слушай, ну если мы сейчас съедим шоколадку, то как бы, во-первых, она может куда-то отложиться, во-вторых, мы будем плохо спать, в-третьих, это ни к чему хорошему не приведу, это давай все-таки будем здоровым человеком. Мозг скажет, что, каким здоровым человеком, вообще какие критерии, как это будет проявляться, какая нам от этого будет выгода. То же самое, если мы возьмем любое обучение. Если у нас на одной чаще весов просмотр любимого сериала или прочитать любимую книжку перед сном, ну неважно, утром, в любое время суток, а на второй чаще весов позаниматься иностранным языком, и какой же сложный выбор, да, посмотреть сейчас сериальчик или отложить сериальчик, не получить это удовольствие, напрячься, ради чего? Ради того, чтобы там через год, через два, через три, чтобы что? Вот такие вопросы задает нам мозг, и это не значит, что мозг не любит учиться, он очень любит учиться, он под это заточен, но просто мозг никогда не будет делать то, чего он не понимает, в чем он не видит выгоду, потому что зачем тратить и без того драгоценные ресурсы, энергию, а вдруг не хватит тогда, когда будет нужно? А вдруг в какой-то момент времени нам нужно будет выжить, а энергии не будет? Мы ее потратим сейчас на что-то непонятное. Таким образом, для того, чтобы нам начать действовать по-другому, нам нужно начать по-другому думать. И только после этого к нам придут другие результаты. Здесь прям вспоминается Эйнштейн с его фразой, да, знаменитой, глупо каждый раз делать одно и то же и надеяться на какой-то новый результат. Вот здесь то же самое. Хочешь новых результатов, значит, нужны новые действия. Если ты хочешь новых действий, то нужно начать думать по-другому. А для того, чтобы начать думать по-другому, нужно договориться со своим мозгом прежде всего. Зачем тебе это нужно? Собственно, поэтому нам нужны цели и нам нужно объяснение четкое себе, а зачем мы это делаем, а ради чего. И только тогда нам получится как-то договориться и прийти. Мы плавно с вами двигаемся ко второй части жизни в перспективе. И я просила вас сам начально написать, где вы сейчас находитесь, чего вы хотите от вот этой встречи. И мой следующий вопрос, а зачем вам это нужно? Вот прямо остановитесь минутку, я сейчас дам такое пространство небольшое для размышлений. А зачем вы хотите разобраться в тайм-менеджменте? А какая на самом деле потребность у вас за этим там стоит? Что на самом деле болит? Тоже можно записывать себе, можно в чат, можно делиться сразу в моменте. И следующий вопрос. Также по шкале от 1 до 10, а насколько вы вообще сейчас находитесь в ресурсе? Насколько вы ощущаете энергию, ресурсность для того, чтобы вот этим всем заниматься? Да. Вот то, что у вас сейчас получилось, ответы, да, взять у кого от 1 до 10, где 10, это максимальное управление времени, это что для вас? А где вы находитесь сейчас? А зачем вам это нужно? И насколько вы сейчас в ресурсе? Это ваша точка А. Это точка А, на которую вы посмотрев, вы можете понять, а вообще, насколько продуктивность, это то, что вам действительно сейчас необходимо. Может быть, за желанием быть продуктивнее или за ощущением, я не продуктивен? Стоит что-то еще? И тогда опять вопрос вам с пространством, а что там может быть? Вы также можете зафиксировать этот вопрос и, например, подумать об этом, да, еще. То есть всегда, когда мы что-то пытаемся исправить в своей жизни, а что там на самом деле стоит, зачем мы хотим это сделать? Ну, мы с вами двигаемся дальше. Можно вопрос? Да. Если вот, я помню, что у меня ресурсное состояние, настроение где-то сейчас кумлю, я, как сказать, наивно не полагать, что разобравшись в тайм-менеджменте, это мне как-то, ну, я смогу себе помочь? Или это, почему следственные связи немножко другие? Здесь как раз начинать нужно, ну, да, тайм-менеджмент конечно поможет, но это не значит, что нужно сейчас бросаться и что-то зависит как раз от распорядка дня. Здесь как раз нужно разобраться с базой. То есть сначала база, а потом тайм-менеджмент. Ну, то есть если ты элементарно просто устала, ну, как бы от того, что ты переставишь задачи местами, ну, то есть здесь работать тайм-менеджментом будет именно в плане, что мне нужно запланировать время на отдых и понять, а как я вообще восстановлю силы, чтобы потом уже выстраивать свою дальнейшую продуктивность. То есть это вот как раз то, о чем я говорю. То есть очень часто у нас, потому что вот эти убеждения, они в том числе из-за того, что мы видим, слышим, что происходит у других, мне надо быть продуктивнее, все такие суперпродуктивные, у всех такой успешный успех, вообще я непродуктивный. И вот здесь всегда остановиться и задать себе вопрос, а вот мне это вообще зачем и в каком состоянии я нахожусь сейчас? То есть что там на самом деле стоит вот под этим, какая у меня на самом деле потребность? Я реально хочу быть продуктивнее или я хочу чего-то другого? У меня просто классический пример не так давно на коуч-сессии с коучем я хотела простраивать себе план, вот тоже как там двигаться к своим целям, и мы просто пришли к тому, что я просто хочу отдохнуть, но из-за этого почему-то беру на себя очень много работы. Хотя на самом деле я просто очень хочу отдохнуть. Ну то есть это вот такие вещи, которые взаимосвязаны, но без этой базы, без нее очень трудно дальше что-то строить. Вопрос следующий, такой с подвохом. Попробовали ли вы когда-нибудь крутить на вот телефоне календарь вниз? Кто-нибудь, да? Да? Докуда докрутили? Ну, я... До 24-го. А, ну это еще ничего. Я накрутила до 2130 какого-то года, а потом мне просто надоело на самом деле. Ну, мне просто было интересно, на сколько там. И что я выяснила? Что, скорее всего, там конца нет. И здесь такая большая иллюзия, с которой мы чаще всего сталкиваемся. Календари, которыми мы пользуемся, они бесконечны. Но наш жизненный календарь, он не бесконечен. И вот эта вот иллюзия, она не помогает нам понять вообще, что такое время. Мы воспринимаем время как нечто абстрактное. Абстрактное, бесконечное, как какая-то вот масса. И пока мы это будем воспринимать так, нечто абстрактное управлять, ну, собственно, невозможно. Поэтому первый инструмент, который я вам предлагаю, такой базовый инструмент, это жизненный календарь. Они есть в разных формах. Можно найти в Гугле прям вбить жизненный календарь, там будут разные шаблоны. Они, как правило, на 80 лет, по-моему, в среднем заточены. Ну, я сейчас усваиваю вот такое приложение, называется Perspective. Там в конце название я написала, на последнем слайде. Что это такое? Вы вбиваете сюда год своего рождения, выбираете себе там продолжительность жизни примерную, да, ну, вот у меня здесь, по-моему, 90 лет стояло по умолчанию. И у вас автоматически выпадают вот такие вот клеточки. Одна клеточка – это одна неделя вашей жизни. Ну, вот мне нравится это приложение, потому что здесь они вот складываются вот там в годы, а то, что я находила в Гугле, например, там вот, ну, вот одна такая полосочка тоненькая – это год. Это немножко сложнее, ну, для того, что вот я сейчас объясню. Так вот, посмотрите, вот мой календарь, да, на 90 лет. И вот как бы, ну, треть у меня, ну, как бы все, как бы занято. вопрос. Что для вас календарь? Сколько вы планируете прожить? И вот какие эмоции у вас вот вызывает вот такая картинка? Подумайте, да, вам только немножко пространства. Ну, обычно, обычно первое, первое, что такое вот возникает, это какая-то фрустрация, мне кажется, да, что, о, боже мой, так оказывается, во-первых, мой календарь, он конечный, а во-вторых, он еще какой-то маленький, а еще, оказывается, уже так много прошло. Но это первая мысль, и эта мысль такая обманчивая достаточно, потому что вот этот календарь, он как раз помогает нам посмотреть на нашу жизнь снаружи, а не изнутри. Потому что вот когда мы сейчас с вами находимся здесь внутри, 29 мая, мы время воспринимаем совершенно по-другому. Ну, то есть вот 29 мая, ой, боже мой, уже пролетело полгода, кошмар, до конца года еще только полгода, а у меня столько планов, что я вообще могу успеть, и вообще стоит ли начинать что-то новое. Но когда мы выходим вот из этого состояния изнутри, когда нам трудно оценить какой-то масштаб, и смотрим вот так вот снаружи, картинка-то представляется совсем в другом свете. И что, если мы возьмем этот жизненный календарь и превратим его в календарь желаний? Я думаю, что многие из вас знакомы с этим инструментом, карта желаний, может быть, кто-то делает, может быть, кто-то не делает, но я иногда делаю в компании друзей, повырезаю что-нибудь, и вот интересно, как это все потом происходит. Ну вот, если мы возьмем и превратим вот этот календарь в календарь желаний, то есть мы возьмем с вами и на каждый год нашей жизни, кстати, в этом приложении это так можно сделать, мы добавим картинку каким-то глобальным желанием на этот год. Вот давайте я прям засеку сейчас буквально пару минут, и вы попробуйте себе на листочке написать, а вообще какие у вас есть глобальные желания начиная с 2023 года. Время пошло. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Вижу, у нас есть коллеги, кто присоединился только что. Мы сейчас строим планы, что мы планируем в своей жизни начиная с 2023 года. Еще буквально полминуточки, да, я прокомментирую. Субтитры создавал DimaTorzok И, собственно, вопрос к вам очередной. Сколько пунктов у вас получилось? Вот так вот сходу. Можно голосом поделиться. Ноль с половинкой. Больше мало или много? По ощущениям. Мало или много? Мало. Не услышала. Мало, мало. Мало, потому что времени было мало? Или потому что кончились идеи? Они не начинались. Стрельно сложно, да. На какую, на что наводит вас? На какие мысли? На самом деле такой вот вопрос в лоб. Чего ты хочешь? А так ты как-то садишься в лужу и думаешь, да ничего, я не хочу. Здесь какая интересная штука получается. Действительно, нам кажется... Так, мы еще в чате был. Ответьте, когда я смотрю. А, это как-то я, Мира, написала. То есть здесь штука в том, что нам кажется, что... А я же ничего не успею в этой жизни, правда? Я же столько всего хочу. А жизнь такая короткая. Боже, как мне все успеть? Но когда мы пытаемся сесть и реально написать, то кажется, что у нас либо уже все есть, либо то, что мы хотим достичь, оно как-то достигается в течение ближайших лет, и дальше все. И здесь можно попасть в несколько когнитивных ловушек. Во-первых, ловушка номер один. Если получается заполнить только первую половину жизни, то может возникнуть ощущение как раз такой эйфории. О, классно, жизнь-то какая еще длинная. А я хочу так мало. Блин, ну здорово же. И за этим может пойти следующее такое желание растягивать свои цели на как можно дольше. Ну, времени-то у меня еще полно. Ну, не в следующем году сделаю, так еще через год, так еще через год, так еще через год. И может попасть еще одна ловушка, которая связана с тем, что наш мозг, он в принципе не любит оставлять пустые места. И может появиться желание сидеть и до умопомрачения заполнять все клеточки, пока я не заполню все эти клеточки. Просто потому, что страшно вдруг остаться в пустоте, наедине с собой, со своими мыслями, и вообще начать думать, о чем я, собственно, хочу, если я ничего не хочу, если мне ничего не дойдет в голову. Вот такие вот когнитивные искажения, но теперь вы о них знаете, и я думаю, что теперь это вам поможет. Если вы вдруг захотите разобраться с своим календарем, ну, я бы очень рекомендовала, это такая прям база-бас, поможет вам вообще сделать так, как будет для вас наилучшим образом. Ну, и двигаемся тогда к третьей теме, собственно, про, в чем измеряется продуктивность. Еще одна очень такая распространенная установка, которая есть абсолютно у всех, у меня нет времени. У меня нет времени. Часто это либо установка, либо это, кстати, может быть такой, знаете, как способ избежать задач, которые мы не хотим делать. Ну, то есть, например, нас там просят что-то сделать дополнительно, ну, говорим, у меня нет времени, знаешь, только работа. Вопрос. А как вы понимаете, что у вас нет времени? Потому что пространство можно поделиться, можно себе как-то пометить. Как вы понимаете, что у вас времени реально нет? На самом деле я понимаю таким образом, что я просто не хочу этим заниматься, не хочу, например, приоритизировать свои задачи, ну, и вообще не хочу вмешиваться в это. Вот. И тогда вопрос. У меня нет времени или я не хочу? Ну, тут, конечно, в первую очередь я не хочу, но нет времени, это такая социально одобряемая отмазка. Вот, да. Вот я об этом уже, да, как раз, что это отмазка. Ну, бывает, что нет сил. Ну, тоже, да, тоже, скорее всего, желание что-то делать. Но бывает, что и усталость, и ты понимаешь, что еще что-то на себя взвалить было бы опрометчиво. Да, да, совершенно верно. Это уже про ресурс, про вот это вообще мне куда сейчас продуктивно, если у меня сейчас в ресурсе дырка. И здесь предлагаю вам посмотреть на парадокс 30 минут. 30 минут, с одной стороны, ну, это очень мало, да? Даже вот уроки 30 минут мы проводим только с детьми, и то кажется, боже мой, да что же можно успеть за 30 минут? Я же только начну и сразу закончу. Но что, если мы с вами сутки будем рассматривать не в часах, а в минутах? И тогда получится, что у нас в сутках целых 1440 минут. И если мы, например, с вами возьмем какое-нибудь дело на 30 минут, то у нас останется еще целых 1410 минут. И тогда вопрос, 30 минут это все-таки много или мало? А если мы будем заниматься этим делом каждый день по 30 минут, то за неделю у нас получится 3,5 часа, а за месяц у нас получится 15 часов, а за год у нас получится целых 185 часа. А если здесь еще подключить связку, время, деньги, да, можно перемножить это на стоимость своего часа, то вообще получается довольно симпатичная картина, да? И в этом, собственно, заключается парадокс 30 минут, что с одной стороны это невероятно мало, а с другой стороны это невероятно ценный ресурс, про который мы часто забываем. Особенно если там, ой, мне нужно настроиться, чтобы что-то сделать, у меня там есть назорчик 30 минут, ну, кому нужны эти 30 минут, да? Ну, вот это вот как раз к вопросу об этом. И тогда насколько правда, что у вас нет времени, и если это не правда, то что тогда правда? Прямо вы можете записать себе вот этот вопрос, потому что вот эти вопросы обычно, когда мы работаем с установками, мы спрашиваем себя, а это правда, вот то, что я сейчас сказал про себя, да, про другого, то, что вот я сейчас думаю, это правда? Ну, чаще всего неправда, потому что установки, они на той установке. И тогда, а что тогда правда? Что тогда на самом деле правда? Ну, тут же, если действительно брать 30 минут, которые промежуток не очень большой, то нет того самого времени на какую-то раскачку, то есть переключение с одной задачи на другую, и в этом, на самом деле, сложность существенно заключается, потому что, ну, я не всегда, я понимаю, что мне что-то нужно сделать, и в то же время я понимаю, что я как бы не могу себя туда затолкнуть, вот в это русло, в правильное, чтобы начать уже там продуктивно что-то делать. Ну, может быть, надо начинать делать непродуктивно, но тут кажется, что времени не хватит, а потом придется опять на что-то переключаться. А может быть, тогда лучше просто поплевать в потолок. Да, и потерять 183 часа за год. Ну, да, да, получается, что так, что грустно, конечно. Ну, что, все нормально, не грустим, нажила четвертая часть про практическое применение. То есть моя сейчас задача в этих частях вам, чтобы вы не загрустили, а именно вот, чтобы выстроилась система, да, а вообще почему? Чтобы вы не просто шли и искали приложение, которое нам поможет планировать, а чтобы вы понимали, а зачем нам это делать, да, с какой целью. И, собственно, инструмент номер два, хронометраж. Если вам кажется, что у вас нет времени, то очень классное упражнение, и это, кстати, упражнение из классического тайм-менеджмента, это упражнение из бизнес-коучинга, то есть когда руководителю реально замеряют вот его день. То есть вы берете табличку, любую, делаете ее на кошечке по 30 минут, и в течение недели каждый день вы сами или просите кого-то из родственников тоже помочь, да, подстриховать. Прямо записывайте каждые 30 минут, что вы делаете. Ну, за исключением, там можно сразу зачеркнуть там, где вы спите, например, по графику, там, где вы кушаете, и то, даже на самом деле кушать можно зачечь, а сколько вы кушаете, а сколько вы готовите еду, а что вы делаете между этим, и вот так вот в течение недели понаблюдать. И в конце недели у вас получится очень интересная картина. Вот прям гарантируешь, что картина будет интересная. Окажется, что там на самом деле столько зазоров из тех же 30 минут или может быть 15 минут, которые в итоге складываются в какой-то большой объем, и мы потом не можем ответить себе на вопрос, а вообще, куда это все делать. Это вот второй такой инструмент, и сразу вам тоже поделюсь с вами такой метафорой. Если вы пройдете по хрометражу, допустим, у вас получится, что 8 часов в день вам требуется на сон, например, один час на какие-то жизненные рутины, ну, там, умыться, встать, вечером принять душ, дальше, например, вам потребуется 2 часа на то, чтобы приготовить, покушать и покушать в течение дня, какое-то частное переключение между задачами, ну, то есть заложим грубо 12 часов на вот поддержание необходимой жизнедеятельности, то, что мы ну никак не можем выбросить, и у нас останется 12 часов, половина дня. А что если эти 12 часов, это будут 12 условных единиц, которые жизнь каждый день выдает вам при условии, что вы можете тратить их на что угодно, но если вы их не успеете потратить, остаток вам нужно будет выбросить. Вот сейчас подумайте, на что вы бы хотели тратить эти 12 условных единиц. На что? На кого? И сколько стоят на самом деле ваши цели? Опять же могу привести свой пример, что я не знаю сколько лет, лет 8, наверное, я хотела начать изучать польский язык. Ну, просто у меня есть польские корни, и мне всегда казалось интересным. Я сначала хотела в школе его изучать, потом хотела в университете изучать, потом вернулась из Китая, и думаю, ну все, вот теперь я точно начну изучать польский язык. Но для меня вот это вот все казалось, что это такой огромный пласт, у меня нет на этом времени, ну как же мне вообще это сделать? И только в 2018 году, когда я села, расписала себе четкую цель, написала себе план, и начала заниматься каждый день по 30 минут в день. Если мы с вами помним, 30 минут в день, каждый день в течение года, это 183 часа. За год я вышла на тот уровень, который мне был необходим для того, чтобы закрыть свою цель. И это вот к тому, а как вообще измерять стоимость наших целей. То есть, может быть, мы хотим что-то сделать, пройти какое-то обучение, например, и нам кажется, о боже, это обучение будет 30 целых полгода, как же я там смогу? А вы переведите это в фактически единицы, то есть посчитайте, а сколько там часов аудиторных занятий, а сколько там часов домашних работ. Переведите это потом в 30-минутные, сколько вам дней, например, понадобится по 30 минут. И может оказаться, что ваши цели стоят на самом деле не так много, как вы себе представляете. или, например, человек хочет научиться играть на гитаре и никак за это не берется, потому что кажется, что о боже мой, а на самом деле, чтобы научиться более-менее прилично играть на гитаре, говорят, достаточно 100 часов. И если мы это, опять же, переводим в 30 минут, 100 часов каждый день, то это даже не год. Вот такая штука, такой вопрос, он может поверхнуть в шок. Во-первых, может оказаться, что для достижения ваших целей нужно реально очень мало времени, либо очень много, но в любом случае это тренирует фактическое мышление и это помогает нам переводить время из чего-то абстрактного в конкретные, условные единицы. И здесь вы уже можете себе ответить на вопрос, а что, собственно, тогда для вас продуктивность? Что такое для вас продуктивные часы? Когда вы их тратите? Как? И тогда сколько из вот этих 12 часов вы проводите продуктивно? А сколько вы отдаете? Отдаете другим людям? Отдаете жизнь? Возвращаете назад? Да, просто потому что не используете. Это нормально, когда мы отдаем другие часы, потому что мы живем в социуме, но вопрос вас устраивает, сколько вы отдаете, а сколько вы оставляете себе? Или нет? Собственно, две главные мысли из частей, которые мы с вами прошли. Время – это условные единицы, которые мы каждый день получаем от жизни. Это то, что мы можем фактически пощупать. И каждый день все мы абсолютно получаем равное количество этих условных единиц. Вопрос в то, во что мы их инвестируем. и насколько нас это удовлетворяет. А если нас это не удовлетворяет, то что мы хотим с этим сделать? Давайте маленькую паузу, пространство опять подумать, рефиксировать, как вам после вот этой части. Потому что дальше мы пойдем к практическим инструментам. как себя вы сейчас чувствуете по отношению к тайм-менеджменту? Учиться не поздно, а если поздно, включите лампу. Да, отлично, спасибо. На самом деле, да, когда смотришь полугодовой, курс годовой, курс, боже мой, что так? Действительно, когда смотришь подробные программы и прикидываешь, а уже раскидываешь там в течение дня, там будешь строить свой день, например, да, или недель, уже как-то более конкретно, переводишь как будто конкретно в абстрактное, в конкретное. И на самом деле, да, это очень классно. И прямо, да, ну, почему-то забываем об этом. Хотя это, это же так просто. Так обычно бывает, да, какие-то простые вещи, про которые мы на самом деле забываем. Ну что, если, ну, я чувствую, что такой настрой, настрой бодрый, тогда давайте двигаться собственно к практическим инструментам, которые, надеюсь, вам тоже помогут. Я честно скажу, что я ничего нового, наверное, не скажу вам. Вот прям, возможно, будет такой баян-баян, но все-таки простые вещи, о которых мы часто как раз и забываем. Поэтому первый такой, первая рекомендация. Включаем психолингвистику, и оперируем фактами. Это то, чем мы сейчас занимаемся. То есть мы говорим, не трачу время, а инвестирую. Не у меня нет времени, а переворачиваем фокус, а сколько времени у меня есть, и сколько времени мне нужно. А если все-таки у нас остается, у меня нет времени, можно задать себе еще, да, вопрос, а что там на самом деле стоит за вот этим, то есть мы сегодня выяснили, что потому что я не хочу этим заниматься, или у меня нет сил на это. Ну, это же тогда проблема не во времени, а проблема в чем-то другом. В желании или нежелании сотрудничать с определенными людьми, или в том, что у них хватает ресурса. И еще очень важный момент, тоже так, прям классика. Если, например, мы даем задание даже студенту своему, скажем, сколько времени тебе нужно, студент говорит, неделя. Вот, я прям вот это обожаю. Неделя это сколько? Потому что неделя может быть по 30 минут, да, 7 дней в неделю, неделя может быть по 5 часов, 7 дней в неделю, и это будут совершенно разные часы. Поэтому здесь тоже, когда вы себе вот какие-то выставляете рамки, старайтесь тоже себе вот прям считать конкретно, то есть время это бюджет, время это условные единицы, это бюджет, которым вы владеете. Вы не можете уйти в минус, да, потому что у нас как бы ограничено, но то, что вы не потратите на себя, вы как бы просто его сливаете, да, возвращаете, выбрасываете. Второй очень важный момент. Держите батарейку заряженной, то есть поддерживайте внутреннее состояние, ресурс, и здесь опять же парадокс 30 минут. Мало того, что 30 минут, с одной стороны, это очень мало, с другой стороны, это очень ценно, но ведь 30 минут, они же еще и разными бывают. То есть если это 30 минут после пробуждения, и если это 30 минут в конце рабочей недели, то это качественно разный 30 минут. И мы их можем использовать совершенно по-разному. здесь вот я вам такую картинку нарисовала, это я увидела у Екатерины Ленгольд. Квадранты энергии, то есть вообще мы в нашей деятельности проходим обычно 4 этапа. Первый этап, это этап энергия, ресурс, вот это вот наполненность, воодушевление, когда мы на все готовы, мы начинаем с вами работать, работаем, работаем, и в какой-то момент мы с вами переходим в стадию выживания. когда у нас случается стресс, мы начинаем вставать. Стресс – это нормально, это вообще отдельная такая большая тема, да, стресс. Стресс, он нам нужен в определенных порциях, но нам нужно следить за тем, чтобы стресс постоянно сбрасывался, а не накапливался у нас внутри. И вот на этом этапе нам бы хорошо с вами завернуть на момент восстановления, ну и снова наполниться, вернуться в ресурсную сцену, и снова двигаться. Но что делаем мы? Мы чувствуем, что мы начинаем выживать и начинаем фигачить дальше. Ну, как бы, что, у меня еще 10 задач, а почему бы не взять еще 12 задачу сверху? И вообще я же не могу ни от чего отказаться. И в итоге постепенно мы уходим в третью стадию, причем уходим так глубоко, эта стадия выгорает. И все. И мы здесь остаемся. И дальше уже возникают вопросы такого смысла жизни, вообще зачем это все, а может быть мне поменять профессию и все такое прочее. Хотя на самом деле, да, можно было на этапе выживания свернуть на четвертый этап, этап восстановления, вернуться в ресурсное состояние и, в общем, подвигаться дальше. Вот здесь вот зелененьким я нарисовала, это, конечно, самый идеальный вариант, когда мы вот мы кружимся между ресурсным состоянием, восстановлением, ресурсным восстановлением, но так не бывает, мы это понимаем. Поэтому здоровая работа, она все-таки больше похожа вот на такую петлю, когда мы немножко затрагиваем этап стресса, этап выживания, немножечко, возможно, затрагиваем вот это вот выгорание, когда мы чувствуем, что вот-вот-вот, что-то вот начинается уже не то. Ловим себя на этом, идем восстанавливаться, ну и возвращаемся, собственно, на эту петлю снова. И такие очень банальные советы, очень банальные, но я их все-таки повторю, потому что, как правило, в простых советах именно заключен большой смысл. Пите 7-9 часов. И здесь очень хочется сказать, мы часто говорим себе, жизнь же одна, так вот правильно, жизнь одна, высыпайтесь. Жизнь-то одна, кто выспится вместо вас? Кому-то может потребоваться 7 часов, кому-то может потребоваться 9 часов. Уложитесь и вставайте в одно и то же время даже под выходные. Мозгу все равно, какой сегодня день, недели, понедельник, вторник или воскресенье. Вот реально, ему все равно. Поэтому, если мы хотим наладить режим, нам нужно вставать в одно и то же время. Вот у меня сейчас будет фокус, я буду себе такой спринт устраивать на лето, и я буду себе прям вот это вот восстанавливать, потому что за последние несколько месяцев, из-за переездов, сбился этот график, и вот я пытаюсь себя вернуть. Чаще бываете на солнечном свете и свежем воздухе. От этого у нас зависит выработка гормона мелатонина, который у нас влияет на качество сна. От мелатонина у нас зависит кортизол. Кортизол, мы привыкли, что это, конечно, плохой гормон, что это стресс, но на самом деле кортизол, он еще и отвечает за наше внимание. И если у нас мелатонин где-то там недовыработался, то потом не выработается кортизол в нужном количестве, и с вниманием все тоже будет очень-очень грустно. Учитывайте циклы спадов и подъемов. Как правило, есть, конечно, теория биоритмов, совы, жаворонки, да, те, кто посередине, но сейчас на самом деле все больше исследователей начинают задавать вопрос, ну, настолько ли это реально, потому что раньше у людей не было лампочек, не было электричества. Они вставали с солнышком и ложились с солнышком. Солнышко встало, они пошли охотиться, да, или собирать. Солнышко село, все пошли прятаться, потому что вылезают дикие звери, и это просто нам просто опасно. То есть мы как бы изначально мы все были жаворонками, а потом что-то произошло, произошла вот эта информационная нагрузка, очень много работы, и появились совы. Да, конечно, есть люди, есть люди, у которых действительно у них немножко все работает по-другому, но в общем и целом чаще всего можно так сказать, что жаворонок это просто сильно не выспавшаяся, уставшая, выгоревшая сова. Точнее, наоборот, сова это сильно выгоревший, уставший, не выспавшийся жаворонок. Вот и все. Поэтому у среднестатистического человека считается, что пик внимания, пик активности, он начинается примерно через 2 часа после пробуждения. Ну, вот это где-то 9-10 часов. И продолжается примерно 3 часа, то есть вот первая половина дня. На что мы обычно тратим это время? Что-то себе честно так вот в мыслях. Ответьте. Ну, как правило, это залезть в телефон, да, разгрести там почту, или ответить всем коллегам, или совещание еще поставить, или еще что-нибудь. А это как раз то время, когда у нас мозг работает лучше всего. И мы его, получается, вот эти ресурсы мозга, мы просто тратим на какую-то рутину, на которую мы можем сделать немножко позже, да, если переработаем свой день. Дальше, не зря в очень многих народах, да, есть вот это сеста с двух до четырех. Там действительно начинается спад. И я вот по себе знаю, что у меня там прям конкретный-конкретный спад. Поэтому пока я жила в Сибири, я прям так строила свой день, чтобы с двух до четырех я ходила гулять. Ну, сейчас мне с двух до четырех сильно жарко гулять, поэтому я просто стараюсь как-то отдыхать в это время, слушать какую-то расслабляющую музыку, может быть, посидеть в медитации, подышать, что-то легкое почитать, чтобы, ну, то есть просто дать мозгу разгрузиться после первой половины дня и настроиться на второй половины дня. Потому что где-то с четырех часов у нас начнется еще один пик, в который можно успеть еще много чего сделать. Больше двигайтесь. Мозгу нужна подпитка кислорода, поэтому вот аэробные упражнения это вообще очень здорово. Очень часто советуют, например, если что-то учите, вставить в уши и в это время, например, бегать или двигаться. То есть вот в этой связке движение плюс какая-то информация, вот оно запоминается лучше. Ну и в целом, как бы в течение дня разминка поддерживает осанку даже просто для того, чтобы ничего не болело и не отвлекало вас от решения ваших жизненно важных задач. Следующий момент очень важный. Планируйте отдых. Это, собственно, к вопросу, если ресурс на нуле, стоит ли мне заниматься тайм-менеджментом? Стоит. Только фокус нужно ставить на отдых. И вообще, позитивный тайм-менеджмент, есть такая книжка, я тоже вам рекомендовала фотографию, прикреплю. Есть такой фокус, планируйте сначала отдых. И вот у меня тоже это будет фокусом на это лето, потому что я тоже еще трудоголик. То есть сначала в график заложите, сколько вам нужно отдохнуть, чтобы зарядить свою батарейку, сколько и как. И только после этого наполняйте какими-то делами. Потому что в противном случае вы заполните все делами, отдохнется как-нибудь ночью, оно не отдохнется, мы снова просыпаемся, батарейка разряжена, и в общем-то все начинается, вот этот вот круговорот опять. Следите за питанием. Питание это тоже очень важно. Не обязательно поддерживать каких-то строгих диет. Но самая такая классика, это не кушать сладкое, сахар после четырех, потому что это влияет на сон. И можно вот, например, посмотреть в интернете правила тарелки, это супер просто. Я просто год назад, наверное, я обучалась в гастрошколе, и там вот как раз вот этот вот прививали вот этот навык тарелки. Когда мы тарелку условно делим на три части, у нас половинка это клетчатка овощная, то есть там могут быть запеченные овощи, паренные овощи, вареные овощи, свежие овощи. Одна четверть это белок, и одна четверть это хорошие углеводы. Вот и никаких диет не надо, вот правда. То есть это очень легко визуально запомнить, очень легко такую тарелку визуально наполнять всякими способами, и при этом мы себе помогаем и здоровью, и мозгу, потому что нашему мозгу действительно нужно качественное питание. Ну и обеспечивайте себя качественным ощущением, это тоже очень сильно важно, потому что мы существа социальные. Ага, да, вот про правила радуги, кстати, я тоже знаю, и здесь, кстати, можно поиграться как раз, вот где половина тарелки должна быть во фруктах, да, овощах, туда можно добавлять как раз овощи разных цветов, чтобы действительно получить разные витамины. Да, да, все правильно, спасибо. Так, и двигаемся дальше. Это вот что касается ресурса. Много про него поговорили, много достаточно, я думаю, таких вещей банальных, но я надеюсь, что что-то все равно в качестве фокуса вы для себя услышали. Следующий момент. Формируйте полезные привычки и рутины. Вот как-то в нашем языке привычка – это обычно вот какую-то негативную окраску. Я не знаю, как для вас, но вот у меня обычно первая ассоциация – привычка негативная. Да, там, курение какое-нибудь, избавиться от негативных привычек, рутина. О, боже мой, какой кошмар. Опять вот эта рутина. Но на самом деле, если посмотреть английское слово, да, рутин, то там нету такого значения. То есть рутин, рутина – это просто заведенный порядок действий. И вот эти рутины, они как раз могут быть нашим серьезным таким секретным оружием, потому что они очень здорово разгрузают нас в мозг. У нашего мозга очень ограниченный функционал, очень ограниченные ресурсы. Особенно страдает наша префронтальная кора, которая залобной долей. Она у нас самая маленькая, но при этом жрет больше всего энергии, больше всего нашего заряда аккумулятора, потому что она у нас отвечает за решение, за контроль, и все это требует очень больших усилий. Соответственно, как только у нас закрепляются с вами привычки или рутины, префронтальная кора, она перестает обращать на это внимание и делегирует это. Делегирует это в другой зоне мозга, снимая тем самым себя нагрузку. Поэтому, чем больше вы придумаете таких вот действий, которые можно автоматизировать, на которых не нужно тратить свой мысленный ресурс, потому что у мозга действительно бывает такое, как усталость от принятия решений. Прямо в нейронауках есть такая формулировка усталости от принятия решений. Я предлагаю вам тоже такую практику проводить на себе. Понаблюдайте, можно в течение нескольких дней, а сколько решений вы принимаете в день. Вот прям с утра встали, какой-нибудь себе там пометочку сделали, например, думаете ли вы, что поесть, что одеть, там, не знаю, куда сходить погулять, сколько у вас получается вот таких вот бытовых решений, а сколько решений действительно важно. И вот чем больше вот таких у нас бытовых решений, тем меньше ресурса у нас остается на, возможно, какое-нибудь самое важное решение в нашей жизни. Но чтобы привычки, рутины, они сформировались, можно вообще говорить на самом деле в отдельную тему, очень большую, но если коротко, то должен быть четкий механизм, иначе оно не автоматизируется, иначе префронтальная кора будет продолжать об этом думать. Нам нужен триггер, то есть что-то, что будет запускать вот эту вот линию привычки. Например, не знаю, вот стакан воды, такая полезная привычка стакан воды утром, если вы ставите возле кровати, то значит вы просыпаетесь, первое, что увидите, это стакан воды, вот он триггер, он запустил, получается, вашу реакцию. Дальше идет действие, что вы делаете, где вы делаете, и когда вы делаете. Значит, я проснулась, я села на кровати, вижу стакан, беру стакан, выпиваю, все. Первое время, когда это все устаканивается, можно придумать себе награды, и это не значит, что надо там шоколадку себе за стакан воды, а просто себя похвалить, просто зафиксироваться в моменте, что я продвигаюсь к своим привычкам, как классно, я молодец, я сделала шаг в направлении своего здоровья, я выпила стакан воды. У меня есть тоже из таких привычек, например, коврик для йоги, он у меня стоит всегда в конкретном месте, свернутый в конкретную трубочку, и в конкретное время я встаю, беру коврик, разворачиваю, и вот у меня полчаса йоги, и ничто мне не может помешать вот это сделать. То есть это тоже такая привычка. Какие еще могут быть привычки, например, у вас может быть бутылка воды в сумке, когда вы раскрываете сумку, вот он триггер, вы достаете бутылку, вы можете ее даже пить автоматически, даже если вы не хотите пить, тем самым наполняя свой организм. И вот чем больше у нас будет таких автоматических действий, у них будет накопительный эффект. То есть вначале может казаться, что зачем, это трудно, некоторые привычки не будут сразу вставать, находить себе место, это тоже нормально. То есть обычно говорят, для привычки нужен 21 день. На самом деле нет, для привычки может быть от 21 и до 100 с лишним дней, потому что все зависит от сложности, привычки, от того, насколько часто вы повторяете. И опять же, повторюсь, мозгу без разницы, какой сегодня день недели. Если вы хотите закрепить привычку, значит, надо это делать 7 дней в неделю, каждый день. Только так это будет. А если у вас с понедельника, по пятницу я присваиваю привычку, субботу, воскресенье я отдыхаю, ну как бы все, цепочка рассыпалась, мозг забыл. И в 21 день можно отчитывать заново. Следующий такой совет пользуйтесь планером и календарем, разгружайте голову, не держите все в голове, там и так очень много всего, и там и так очень много чего нужно решать. И здесь как раз я пользуюсь Google календарем. Это очень удобно. Отметьте, кто еще им пользуется. Хорошо, хорошо. Если кто-то еще пользуется Google календарем, может быть, кто-то его недооценивает, на самом деле это очень-очень крутой инструмент. Я, наверное, даже не смогу, наверное, сейчас я свой показать. Ну, то есть в Google календаре мы можем заводить календарь вообще под любые наши категории. То есть можно заводить в Google календаре много разных календарей. Например, календарь под жизнь. Вот я делаю так. То есть у меня есть календарь под жизнь, соответственно, в Google календаре я занимаю место под сон, под завтрак, под обед, под ужин. Все это у меня как бы в отдельное время. Потом я наслаиваю другой календарь другим цветом. И туда я добавляю, например, расписание своих занятий с учениками. Это у меня там называется работа. Соответственно, я тоже открываю этот календарь сверху. Далее я добавляю календарь обучения. И это еще каким-то цветом. Если у меня происходит наслоение в календаре, то я могу оценить, насколько для меня это критично, например, сдвинуть какое-то дело. Но чем это помогает? У нас с вами появляется структура нашего дня. И там появляются четкие ячейки, как договоренность с собой. Это к вопросу о планировании отдыха заранее. Можно внести свой календарь отдых и все. И договориться с собой, что это мое время. И если кто-то будет пытаться это время у вас каким-то образом забрать, попросить вас поделиться, то здесь это как раз очень поможет для отстаивания границ. Можно сказать, а в моем календаре это время уже занято, прости, пожалуйста, давай выберем другое время. И вот эти договоренности с собой, они очень помогают нам продвигаться. Что еще можно сделать полезного для того, чтобы наполнить наш календарь? Прежде всего распределить все свои приоритеты, все свои цели на категории жизнь, семья, например, работа, обучение, может быть, еще что-то, спорт или здоровье. Собирать все входящие задачи в одном месте. Я раньше пробовала это все делать в письменном виде, потому что я, в принципе, больше люблю писать от руки, но я поняла, что это не очень удобно, потому что я не всегда ношу с собой мой планер, я не всегда ношу с собой блокнот, и это получается на разных отручках, много-много-много где, это неудобно. Поэтому лучше всего вести это в телефоне, в приложении, и тогда у вас точно все будет в одном месте. То есть прям все, все, что вам поступает, отовсюду, прям скидываете все в одно место. И в своем календаре можете прямо выбрать какой-то день или время, выделить, вот то, чтобы это все распределить. Соответственно, мы либо удаляем сразу то, что не актуально, то, что вы уже сделали по ходу, остальное распределяете по категориям, планы и идеи. Планы – это то, что вы собираетесь делать в ближайшее время. Идеи – это то, что вам, в принципе, интересно, вам когда-нибудь хотелось бы это сделать, но вы не знаете, как это сделать в ближайшее время. Это такое очень упрощенное из системы GTD, Getting Things Done. Возможно, тоже кто-то с ней знаком. Можно поподробнее прочитать. Очень удобная система, очень классная. Ну, это такой ее упрощенный вариант. Далее, когда мы поделили задачи по категориям, у нас фактически получилась система нашей жизни. Мы ее вынесли себе в календарь. Вот у нас все есть наглядно. Мы можем про это забыть. В плане забыть, что мы можем не грузить больше свой мозг и не заставлять его держать вот это все в голове. Дальше, опять же, из позитивного тайм-менеджмента, поскольку мы люди такие очень свободолюбивые существа, нам нужна свобода, нас очень сильно напрягают границы, когда вот кто-то пытается что-то вокруг нас выстроить. И поэтому для многих планирование, календарь, это что-то такое, вот негатив от этого идет. Например, у меня какое-то время назад у меня было ужасное неприятие вот этого смарт-цель. Вот прям вообще у меня такое стояло сопротивление на то, чтобы ставить себе цели, потому что, видимо, я себе наставилась в определенный период жизни, и вот я вот воспринимала, что если я ставлю себе смарт-цель, то все, это же такие границы, я никак не могу ее как-то изменить, и мне от этого было очень-очень некомфортно. Но если посмотреть с точки зрения гибкости, почему бы нам не оставаться гибкими, а что если мы можем менять свои цели? Представляете, как вам такая мысль? Вот я себе поставил цель, а я могу ее поменять, потому что она перестала быть для меня актуальной. Вот эта мысль очень помогает, и она очень помогает также в планировании. То есть вы в своем календаре, если вас смущает вот эта жесткость, вам кажется, что вот все, вот вы себе загрузили день, и вы вот, а где жизнь? Подсветите себе блок, например, блок обучения, что вы выделяете на него два часа там вечером, и учитесь тому, чему вам захочется именно в момент времени. Но для того, чтобы это не было зря, да, время зря, то есть для этого вам нужно держать перед собой список, от того, что вам нужно сделать по обучению. Например, вы проходите несколько курсов, и у вас задача по такому-то курсу пройти урок первый, по такому-то курсу сдать домашнее задание, по такому-то курсу сделать еще что-то. Вот вы запланировали себе блок, и когда пришло время выполнять этот блок, вы слушаете себя и задаете себе вопрос, а что меня продвинет больше всего к моей цели? Вот это тоже прием из позитивного тайм-менеджмента для тех, кого смущают границы, границы планирования. С другой стороны, из классического тайм-менеджмента советуют заранее продумывать, чтобы снимать, опять же, нагрузку с мозга, чтобы не было вот такого, что мне вроде бы надо решать какую-то задачу, у меня там задзорчик 15 минут, а у меня нету вообще никаких сил. Вот для этого мы можем запланировать все заранее, расставить приоритеты и просто двигаться по нашему календарю. Но не просто двигаться по календарю, а все-таки фокусироваться на каждой задаче. И здесь классическое, да, выключить все уведомления, на меня это не работало, пока я просто не выключила звук телефона. Вот я уже, наверное, год живу без звука на телефоне, и мне очень-очень хорошо. То есть у меня есть фитнес-браслет, на который у меня выводятся звонки, если мне кто-то звонит. Все остальное я не получаю. Я просматриваю все остальное именно тогда, когда мне комфортно это делать. Помните об ограничениях мозга. Ограничения мозга таковы, что если вы решили какую-то очень сложную задачу, вы не сможете после нее решить еще одну такую же задачу. Поэтому сложные задачи ставьте на первую половину дня, а потом старайтесь разбавлять их такими задачами, которые не требуют такого же напряжения, чтобы дать мозгу восстановиться и потом снова приступить к какой-то более-более сложной задаче. Еще одно ограничение мозга заключается в том, что мы не можем хранить в памяти своей, оперировать сразу слишком большим количеством объектов. В классическом тайм-менеджменте считается, что это цифра 7 плюс-минус 2, но на самом деле сейчас появились исследования, что это слишком много, и на самом деле мозг наш удерживает не больше 3-4 объектов. О чем это говорит? О том, что нам нужно стараться объекты группировать блоками. если у вас на день больше, чем 4 задачи, попробуйте сгруппировать их блоками. 4 блока, которые вы будете держать в голове, на которые у вас будет зарезервировано время, и которые вы сфокусируетесь и выполните тогда, как вам нужно будет это сделать. Обязательно фиксируйте прогресс, это прям тоже классика, и здесь вспоминается сразу фраза Бенджамина Франклина, я немножко переначал, что самые такие вот большие человеческие достижения это не результат редкого успеха, редкого, но большого успеха, а это результат маленьких ежедневных действий, маленьких ежедневных достижений. И вот это как раз про то. И здесь тоже вот такая когнитивная лобушка у нас связанная с тем, что когда мы начинаем что-то делать, мы начинаем прикладывать усилия, а результат появляется не сразу, и здесь получается вот этот конфликт, что вроде мы усилия это прикладываем, а результаты пока еще не видим. И вот в этот вот зазор очень легко попасть, включиться в сопротивление, прокрастинацию, расстроиться, подумать, а это вообще не мое, зачем мне это делать. И вот именно в этот период нужно себя поддержать. Как себя поддержать? То есть можно делать какие-то чек-листы себе, ставить галочки, вычеркивать задачи из списка. Еще недавно такой метод, как раз у Катерины Лингольд заслышала, метод стикеров. Когда мы пишем все свои задачи на стикерах, и как только мы задачу сделали, мы стикер берем, демонстративно рвем и выбрасываем. Что вот в этот процесс времени, когда мы разрываем на кусочки вот эту бумажку с нашей задачей, у нас выделяется дофамин, то есть мы получаем удовольствие от вот этого процесса, задачу сделали, получили удовольствие, выбросили, и вот она, горсточка, вот эта бумажка, то, что осталось от задачи, подтверждение, что мы пробегаемся к цели. Обязательно учитывайте бюджет времени и не хомячьте. Это тоже о том, о чем я говорила, сколько стоит ваша цель, то есть сколько вам реально времени нужно на ту или иную задачу. Иногда нам кажется, что я сегодня сделаю 10 задач, но мы не учитываем, что на каждую из них требуется по часу времени, например, и все эти задачи очень энергии оттраты. Мы их не делаем, расстраиваемся, и в общем, и все. И считаю, что тайм-менеджмент это не мое, и я непродуктивен. Ну, а на самом деле мы сразу нарушили целую кучу правил, то есть мы не учли, сколько будет стоить этот час, мы не учли ограничения нашего мозга, что мы вообще устанем, и вообще отнеслись к себе не очень по-доброму. Подводите итоги дня, это тоже такая очень классная практика, можно прям отвечать себе в конце дня на два вопроса. А что сегодня я сделала, в чем была моя главная победа, мое главное достижение, и кого я хочу поблагодарить? Кого? Что? За что? То есть это буквально 3-4 минуты занимает, но очень здорово наполняет нас, во-первых, ощущением, что я здесь и сейчас, ощущением, что я прожил этот день не напрасно, что я что-то сделал, и когда мы еще благодарим кого-то, то от этого мы тоже получаем такой средств дофамина. Ну и планируйте от 20 до 60% свободного времени, то есть всегда оставляйте буфера, такие временные, потому что невозможно спланировать все, и если что-то пойдет не так, и весь наш план поедет, то мы потом себя будем ругать, нам будет опять казаться, что это мы непродуктивные, что это мы виноваты, что можно было еще больше поработать, можно было еще меньше спать, еще меньше отдыхать, но на самом деле просто не учли какие-то вот факторы, которые вы не могли учесть. От 20 до 6% это как вам комфортнее, то есть если вам комфортнее, чтобы у вас был четкий план не напрягаться, если вы любите более свободное такое плавание, да, или не можете спрогнозировать ваш день, то тогда можно чуть меньше планировать. И, наконец, последний такой блок это про рефлексии. Оставляйте всегда время для рефлексии, прям заносите это в свой график, заносите в свой план рефлексия в конце дня, рефлексия в конце недели для рефлексии и медитации. Ну, медитация это такая штука, я знаю, что к ней люди относятся по-разному, это тоже такое, знаете, как тайм-менеджмент, тоже такая больная, больная точка, все знают, что такое есть, но никто не знает, что с этим делать. То есть кто-то считает, что медитация это что-то там, это не про меня, ну что, это вообще не про меня. Кто-то знает, что такое есть, да, да, я слышу, это да, классно, классный совет, но у меня не получается, нет, это не мое, это не для меня. На самом деле, медитация это любое расслабление мозга, абсолютно любое, и если там у вас не получается сразу сидеть в полноценной часовой медитации, Это как бы никому и не нужно. Вы можете просто включить приятную музыку, лечь на спину, закрыть глаза и ни о чём не думать. Ну, собственно, здесь музыка помогает ни о чём не думать, чтобы мозг не продолжал думать, чтобы вы реально дали ему отдохнуть. Ещё один способ медитации – это дышать. Дышать – не считать своё дыхание. Тогда вы тоже не даёте мозгу как-то хаотично что-то думать, напрягать себя, переживать из-за того, что вы будете делать после медитации. Это вот тоже классика. Когда мы вроде сели отдыхать, но когда мы отдыхаем, мы думаем, а что же мы будем делать после отдыха? И сколько мне ещё задач предстоит решить? Вот мы так не отдыхаем. Когда мы скроллим ленту, где куча мелькающих рилз, мы так тоже не отдыхаем. Ну, то есть мы, может быть, и отдыхаем, но мозг не отдыхает, потому что он продолжает сбиваться, он продолжает анализировать, продолжает работать, и это не способствует нашей продуктивности. Так, ну, в общем и целом, я думаю, что я на этом всё. То есть презентацию я пришлю Юлии, поэтому презентацию можно получить. Все вопросы из неё можно будет взять. Также в конце я прикрепила несколько книг. Вот эту книгу я ещё сама не читала, но мне её очень советовали. Я вот планирую, и поэтому сразу я сюда тоже добавила. «Зачем мы с ним?», «Здоровый сон», вот книга про позитивный тайм-менеджмент. То есть там ещё тоже много таких лайфхаков. Именно если вы, ну, никак не приемлете слово «тайм-менеджмент», планирование, календарь, вот если вас от них начинают потряхивать, вот можете попробовать советы из этой книги. Ну, и «Аджайл лайф», книга Катерины Лингольф, тоже, возможно, многие уже про неё слышали. Я уже про неё очень давно слышала, но вот я только сейчас за неё берусь, но тоже вам её добавила. Приложение «Перспектив», про которое я говорила. Три базовых инструмента больше на самом деле и не надо. То есть если у нас, нам кажется, что у нас что-то не так с продуктивностью, не надо идти, читать миллионы статей, скачивать кучу приложений, не поможет. Начните вот с этих трёх. Начните со своих вообще глобальных целей, чего вы хотите. Начните с оценки того, куда у вас уходит время и сколько стоят ваши цели. И, собственно, с календаря, куда вы загрузите ваши задачи. И вот здесь ещё будет такой очень приятный канал, мне очень нравится, с техниками саморегуляции, называется. Но на самом деле там очень много всего, и там буквально каждый день скидывают там три минутки на дыхание. Три минутки на дыхание такое, три минутки на дыхание другое. Это для тех, кто хочет научиться давно, например, медитировать, как-то разгружать свой мозг. Это, кстати, может стать хорошей привычкой, например, раз в день заходить на канал и выполнять какую-то коротенькую практику. Это не требует много времени, не требует много ресурсов. Вот, на этом у меня всё. Но у меня вопрос опять к вам завершающий. То есть мы с вами писали, что такое для вас десятка, да, навыки управления временем. Вы писали, где вы сейчас. Вопрос, а где вы сейчас? Где вы сейчас к концу вот этой встречи? Как вы себя чувствуете? Что вы сегодня взяли ценного или не очень, может быть, ключевого? И главный вопрос, что вам хочется с этим сделать? Что вам хочется сделать с той информацией, с теми знаниями, и с теми осознаниями, которые у вас сегодня получились? Можно поделиться со мной, можно написать себе. И, в общем, будем тогда двигаться в завершение. Хочется немного поделиться. Помогла, ну, лично мне показалась очень интересна мысль с такой вот как рационализацией, да, получается времени. Потому что мы воспринимаем время вот так очень субъективно, как бы изнутри себя, а вот такой вот взгляд, как в минутах, что в минутах там получаются какие-то жуткие числа, которые можно реально использовать. И даже три минуты могут быть ценными для занятия чем-либо или тем более полчаса. И это действительно как-то немного заставило задуматься над тем, чем еще или, наоборот, чем я не хочу заниматься и в каком приоритете. Спасибо. На самом деле, вот здесь еще чем еще, чем не, у меня тоже такая забыла сказать мысль, когда про привычки говорила. Привычки у нас для того, чтобы освободить нашу префротальную гору от какой-то вот лишней энергии. Поэтому никогда не ставьте себе привычки через не. То есть не ставьте себе привычку не пользоваться телефоном после 10 вечера. Или там не говорить установку, у меня нет времени. Почему? Потому что как только мы включаем не, наша префронтальная карата должна включить контроль, чтобы вы этого не сделали. Как только она включает контроль, она начинает тянуть энергию. Поэтому привычки установки позитивные мы ставим наоборот. Отключить телефон после 8 вечера. И здесь тогда включается триггер, действие, награда. Там, я не знаю, да, не у меня нет времени, там, у меня, сколько у меня времени. И здесь включается совсем-совсем другой механизм, и это тоже снижает нагрузку на наш мозг. Вот эти вот... Я не просто так это говорю, потому что я это попробовала на себе. Буквально вот как раз, когда готовилась к этому выступлению, на этой неделе я прям почувствовала, что у меня такое какое-то легкое состояние предвыгорания. Что вот как будто мозг у меня как-то перерабатывает. И я вот эти все советы вот прям на себе как раз использовала. И очень-очень-очень хороший взрослый ответ. Да, спасибо. Хомячить со временем. Да, 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 хомячить со временем это мы все очень-очень-очень любим. Спасибо вам большое. А можно задать вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть способы борьбы, если вдруг вы выполняете какую-нибудь сложную задачу, выделили себе время, допустим, час на ее выполнение, но при этом у вас не получается что-то в этот момент. И у меня, например, есть такая проблема, что я начинаю переключаться на другие. Вот вспомнила, что я этому не ответила, что я здесь не отправила деньги кому-то и так далее. То есть я отключаюсь на мелкие задачи вместо того, чтобы сосредоточиться. Но я не могу сосредоточиться, и эта задача сейчас для меня сложная, и я пытаюсь найти вроде как ответ в интернете. И получается это некая такая прокрастинация. Какие у вас есть способы борьбы с такими проблемами? Спасибо. Вопрос очень, на самом деле, классный. И здесь я тоже как раз читаю одну книгу про мозг, и там вот такая вот проблема есть. Здесь самоконтроль нужно включать. То есть тут надо прям в себе включать привычку отодвигать другие мысли на второй план. То есть вот прям договариваться с собой, что вот я выбрала, что у меня в 10 часов утра, например, самая высшая продуктивность мозга у меня лучше всего работает и соображает. Все, я договариваюсь с собой, что в этот час я фокусируюсь, я отключаю все. Вот я прям все отключаю. Я открываю чистый лист бумаги, либо открываю только то, что вот мне нужно для решения этой задачи, все остальное убираю вообще. Убираю интернет, убираю все мессенджеры, убираю все-все-все, чтобы ничего не отвлекало. И еще, кстати, я включаю музыку. Я поняла, что мне легче сложные задачи решать под музыку. В Ютубе можно прям выбрать там музыка для работы мозга, музыка для работы, музыка для творчества. Я включаю она вот буквально единичку-двоечку, чтобы она просто была фоном. И вот она у меня как раз глушит все те мысли посторонние, которые могут появляться. Ну, мне не помогает. Я тоже все время работаю с подключенным телефоном. Но это не помогает. Я тут же вспоминаю, держу телефон и делаю это мелкое дело. И понимаю, как это то, что я не выполнила ни это, а делала много кучи мелких дел. А вы попробуйте вот здесь как раз попробовать договориться с собой. Ну, то есть вот как только вы себя на этом поймали, что я работаю, мне захотелось полезть в телефон. А вот вместо того, чтобы лезть, это будет еще усилие. При фронтальной коры это будет включение вот этого контроля. Вот вы себя на этой мысли осознали и так стоп, а я не полезу. Вот прям постарайтесь ее подавить несколько раз. Ну, вот то, что я как раз сейчас читаю про эту проблему, вот это именно так, что здесь на первых этапах нам нужно прилагать усилия, чтобы себя туда не пускать. А потом, ну, это как бы вырабатывается уже в какую-то более привычку. Вот, ну, еще у меня такое бывает, что я работаю, например, и у меня прям открывается какой-то фонтан идей. Но на этом случае у меня всегда рядом блокнот, и я просто очень быстро записываю и как бы возвращаюсь. То есть я не держу в голове все, что выгружается, все выгружаю и возвращаюсь к работе. Хорошо, благодарю вас, любезнему. Очень интересная лекция. Спасибо большое. Про нейролингвистику тоже очень понравилось, что здесь ее тоже нужно подключать с тайм-менеджментом. Вот, спасибо. Спасибо. Так, еще я хотела сообщение. Вот, на самом деле, да, такое тоже бывает. Мария пишет, что тема актуальная, и тайм-менеджменту тоже надо учиться, а на это тоже нужно время. Вот я как раз, когда последний слайд этой презентации делаю, я вот хотела оговориться, что во всех там обучениях по тайм-менеджменту скорее, если вам вдруг захочется больше. Но все, что я вам сегодня рассказала, это такое как бы, ну, выборка, да, такое самое важное, что я уже попробовала на себе. И вы можете начать с этого. Я не призываю к тому, чтобы вы сейчас бежали и читали какие-то книги. Вот начните вот с этих трех базовых инструментов, жизненный календарь, химметраж и гугл-календарь. Вот буквально начните с часа в день. И вспомните, кстати, что сегодня было, да? Сколько стоит ваша цель? Научиться тайм-менеджменту. Переведите это в факты. А сколько вам реально нужно времени, чтобы переделать свой график? То есть с чего это может быть начать? Нет, возможно, это будет полчаса в день в воскресенье, когда вы просто возьмете гугл-календарь и заполните его какими-то ячейками и просто посмотрите, а сколько у вас есть времени на что-то еще. То есть не пытайтесь все внедрить и сразу начинать с каких-то малых вещей, иначе, да, иначе можно будет сопротивляться. И факты, факты, фактическое мышление наше все. Не огромный слон, а слон, который состоит из ста косточек. И чтобы перемыть каждую косточку, нам нужно полчаса времени. Да, все будет презентация, презентацию все я пришлю. А еще один вопрос. Ваш личный жизненный календарь, он до какого года заполнен? Если не секрет. Мой личный жизненный календарь точно так же заполнен. Я как раз этим сейчас занимаюсь, но я себе выписала список того, что я хочу. И я, наверное, придумала себе желаний 10. Вот таких вот прям глобальных. И это связано. То есть в ближайший год я хочу получить сертификацию на профессионального коуча. То есть это такой... Причем это, наверное, на 5 лет у меня растянется, потому что там 3 уровня сертификации. Через год я хочу на первый уровень, через 2 года на второй. Через 5 лет на самый-самый крутой. То есть это вот уже у меня условно 5 лет я заполнила. Потом я хочу съездить в какую-то страну. Я хочу, наконец-то, выбрать страну для жизни. Вот. То есть тут какие-то такие вещи. И да, оказывается, что у нас не так много глобальных каких-то желаний, которые могут нас сделать счастливыми. Потому что, на самом деле, если задуматься все, что мы делаем, мы же просто хотим стать чуточку счастливее. И вот когда мы понимаем, что нам для счастья не так много надо, мне кажется, что это будет прям такое ценное осознание. Спасибо огромное. Ну, то есть здесь нету такой самоцели заполнить весь жизненный календарь до конца. Тут же нету такой задачи, правильно? Конечно нет. Нет, нет, нет. Нет, это как раз... Это просто упражнение такое. Может быть, вы чуть позже подключились. Я как раз говорила, что у нас есть когнитивная такая вот ловушка, что мозг не любит пустые места. Все, что мозг видит пустым, он пытается заполнить. И поэтому, когда мы видим пустой жизненный календарь, о боже, со мной что-то не так. Как так? Я ничего не хочу в этой жизни. А как насчет идеи просто жить ее? Просто ее жить. То есть жизненный календарь – это скорее, чтобы понять, что у нас, на самом деле, гораздо больше времени, чем мы себе предполагаем, но в то же время оно конечное. То есть это вот чисто вот в этом. Благодарю вас. Спасибо за ответ. Так, если есть еще какие-то... Я тоже хотела добавить. Тоже откликнулась очень вот эта вот ситуация, когда ты хочешь сосредоточиться на какой-то большой задачи, а потом вспоминаешь, что у меня есть еще много-много маленьких. И вот действительно ловишь себя на том, что очень сложно сфокусироваться на какой-то задаче. Например, она требует действительно каких-то подзадач в своем выполнении. И, например, обратиться к этому источнику, к тому источнику, и ты настолько в этом зависаешь, зарываешься в это, что обнаруживаешь себя в итоге там, где ты начал. Что ты вроде забурился в глубину, а по дороге вперед как-то не продвинулся. Что можно тут делать? Как бы ограничивать себя вот в этом компании в глубину и делать хоть как-то, чем сделать идеально? Да, здесь главный вопрос, а сколько мне будет достаточно? Вот для решения моей вот этой большой задачи, а сколько мне реально нужно информации? И договариваться можно тоже по ограничению по времени. То есть, например, что окей, я сейчас иду туда, я читаю только то, что мне нужно, можно вообще засекать. Вот у меня часы, это прям мой друг, я все себе засекаю, вот все, буквально все. И они у меня тут вибрируют, когда время кончается, и такой сигнальчик, что окей, время кончилось. Я тогда уже оцениваю, окей, мне нужно еще, или это уже от лукавого, как говорится, или мне просто хочется еще. То есть на первых порах это действительно самоконтроль. Это действительно самоконтроль, но когда это входит в привычку, и мы учимся договариваться с собой, то потом намного проще. Но я говорю, мы всегда оставляем себе буферное время, потому что всегда что-то может пойти не так, и мы можем не предусмотреть всего, и какая-то задача может потребовать больше действительно времени, может вмешаться что-то еще, то есть нам там кто-то позвонит, какой-то срочный звонок. Это все тоже нужно учитывать, и не ругать себя, что со мной что-то не то. Просто когда вы знаете эти принципы, как это работает, и почему это так работает, то становится немножко проще организовывать этот свой процесс. Ответила на вопрос или не очень? Да, немного так замотивировала, нужно сказать, потому что вот так ты вроде сидишь, копаешься, копаешься, но не продвигаешься, начинаешь себя винить за это, думать, что я сделаю не так, но в итоге никуда не продвигаешься. Здесь вопросы, вопросы к себе. Прям, ну то есть, а что я, вот особенно если появляется вот это, что начинаю себя винить, а что я уже сделала? А сколько мне еще не хватает до моей задачи? Вот это шкалирование очень классно работает. Если моя финальная задача это 10, то где и сейчас? Что мне нужно, чтобы еще на один пункт продвинуться? Фактичность. Фактичность мышления, это вот прям наше все. То есть не когда вот это что-то большое, моя задача, она где-то там, и я вроде с ней сижу, 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 и отчет никуда не двигается. А вот как только мы добавляем фактор, то становится гораздо проще. Спасибо за ваши ответы, спасибо за очень интересную, насыщенную лекцию. Коллеги, может быть, у вас еще есть какие-то вопросы? Если что, не стесняйтесь тоже включить. Аудио. Если вопросов нет, то давайте дружно поаплодируем Людмиле, поблагодарим Людмилу за выступление. И, пожалуйста, в чате напишите цифру от 1 до 10, как вы оцениваете сегодняшний вебинар, был для вас полезным, интересным, хорошим, здоровским, крутым. Это десяточка. Да, я думаю, вы можете написать Людмиле. Да, конечно. Людмила, вы можете оставить свои контакты, может быть, чтобы с вами можно было связаться. Да, у меня как раз на первой странической презентации, а, ну там на общей... Да, и давайте просто, когда будете скидывать эту запись, да, и презентацию, то там можно будет тоже контакты оставить. Да, да, я в любом случае еще продублирую ссылку на ваш Инстаграм, чтобы можно было вам написать. Да, конечно, я открыта. Да, единственное, я предупредила всех, что у меня телефон без звука уже год. Когда я работаю, я его отключаю, могу отвечать немножко позже, но отвечаю. А вот тут спрашивают, в Телеграме вам можно писать? Да, да, конечно, конечно. Коллеги, запись будет. Записи мы все публикуем в нашем Телеграм-канале. Сейчас я его продублирую на случай, если кто-то еще не подписался. Там же мы храним все прошлые записи, всех прошлых вебинаров. У нас были вебинары про Lingva Coaching, про то, как начать работать без перевода на русский, как более индивидуально подходить к ученикам. Это такой менеджерский больше вопрос, как управлять ходом урока. Поэтому тоже заглядывайте, смотрите. Есть очень много интересного. Ну и, конечно же, если что, обращайтесь к Людмиле. Ну да, чем помогу, скажу, что я тоже здесь как бы не идеальный. Я вот всю жизнь ищу способ управлять временем, постоянно что-то пробую. Вот буквально на лето я попробую новую технику, технику спринтов по три недели. Вот. Потом, если будет интересно, я поделюсь, что у меня получилось, что у меня не получилось. То есть я здесь такой, как исследователь, который все применяет на себе и старается свою жизнь облегчить и свою голову тоже как можно больше разгрузить. Тогда, коллеги, если у вас больше нет вопросов, нет мыслей, то будем расходиться, отдыхать, пить чай, проводить этот воскресный вечер так, как хотим его провести. Надеюсь, не в работе. Еще раз спасибо, Людмиле. И тогда надеюсь, до новых встреч. У нас еще будут лекции, будут конкурсы. Так что оставайтесь с нами. Все, всем спасибо. Тоже благодарю, Юлия, за организацию, за сопровождение. Очень было приятно с вами познакомиться. Взаимно, взаимно. И коллеги, все, кто пришел в первый раз, все, кто с нами уже давно, всем спасибо. Всем спасибо, да, за участие. Все, тогда я отключаюсь, да? Да, да, можем расходиться. Садина. Всего доброго. Садина.